Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Инна. Тема сегодняшнего видео «Вопросы о налогах. Форма N400 – Application for Naturalization». Дорогие друзья, этот канал поможет вам подготовиться к интервью на гражданство, успешно пройти и получить паспорт. Пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, делитесь этим каналом, если вы знаете человека, который готовится или планирует стать гражданином Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, пожалуйста, лайкайте это видео, если оно вам полезно. Может быть, оно будет полезно и тому человеку, который сейчас готовится к интервью и не может нас найти в интернете. Дорогие друзья, с 2016 года я веду подготовку к интервью на гражданство в Соединенных Штатах Америки при любом уровне английского языка, если у вас нет времени или если у вас плохая память. Пожалуйста, звоните нам в офис 954-470-3588 или проходите на наш сайт для того, чтобы подробнее узнать о программе. Дорогие друзья, итак, налоги и процесс получения гражданства в Соединенных Штатах Америки. Ну, во-первых, мы с вами все знаем, что налоги – это финансовые взаимоотношения с государством. Налоги требуются по закону Соединенных Штатов Америки подавать до апреля 2015. Налоги всегда показывают, что у вас высокие моральные качества, что вы работаете, что вы заботитесь о стране и хотите процветания, той стране, где вы живете, гражданином страны, которой вы планируете стать. Поэтому, конечно же, это важный момент в прохождении интервью на гражданство. Дорогие друзья, внимание, если у вас есть любая нестандартная ситуация, связанная с налогами, где нужна профессиональная консультация или помощь, обратитесь, пожалуйста, к специалисту по налогам, еще до того, как подавать форму N-400 – Application for Naturalization в иммиграционную службу. Ребята, я не являюсь специалистом по налогам, я не являюсь адвокатом, просто готовлю людей к интервью на гражданство уже много лет, и данное видео содержит только обучающий характер. Итак, дорогие мои, давайте с вами рассмотрим те вопросы, которые касаются налогов в форме N-400. Если вы сейчас возьмете вашу анкету и откроете 12-ю часть, то вы увидите, что 6-й, 7-й и 8-й вопросы – это вопросы о налогах. Поэтому давайте с вами будем отталкиваться от нашей анкеты, разберем эти три вопроса и потом поговорим в дальнейшем о налогах. Итак, шестой вопрос. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Ребята, owe – это задолжать, overdue – просроченные. Итак, вопрос будет звучать следующим образом. Вы задолжали любые просроченные федеральные, штатовские или местные налоги. В данном случае это так переводится у нас шестой вопрос. Давайте с вами посмотрим седьмой вопрос. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению седьмого вопроса, обычно часто ребята спрашивают, нужно ли приносить налоговые документы на собеседование по натурализации. Я всегда говорю, что однозначно нужно. Это, во-первых, покажет вашу серьезность подготовки, во-вторых, покажет о том, что вы все платите налоги, и вы готовы побеседовать с офицером о налогах. Итак, ребята, давайте посмотрим с вами седьмой вопрос. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Have you ever... Это значит, когда-либо в своей жизни, имеется в виду период, тот, который вы живете в Соединенных Штатах Америки, вы когда-либо в своей жизни not filed не отправляли федеральный, штатовский или местную налоговую декларацию since, с тех пор, как вы, you became a lawful permanent resident, с тех пор, как вы стали законным постоянным резидентом. В этом вопросе, конечно же, есть yes и no, и вам нужно правильно ответить. Для того, чтобы правильно ответить, нужно правильно перевести этот седьмой вопрос. Ребята, давайте посмотрим, пожалуйста, с вами следующий вопрос. Следующий вопрос, который в анкете касается налогов, это восьмой вопрос. Смотрите. Have you called yourself a non-US resident? Вы когда-либо называли yourself, себя, a non-US resident, не резидентом Соединенных Штатов Америки, on a federal state, на федеральном штатовском или local tax return, налоговой декларации, с тех пор, since, как вы, you became a lawful permanent resident, с тех пор, как вы стали законным постоянным резидентом. Ребята, вопрос немножко сложный. Смотрите, вы стали уже, you became a lawful permanent resident, законным постоянным резидентом. Но в вопросе спрашивается, будучи уже в статусе законного постоянного резидента, вы себя называли non-US resident? Давайте посмотрим определение. Что же это такое non-US resident? Посмотрите, ребята, пожалуйста, в центр нашего слайда. Definition, определение. Non-US resident, не резидент Соединенных Штатов, это someone, это кто-то, который doesn't live, не живет в Соединенных Штатах Америки, имеется в виду как lawful permanent resident. Ребята, конечно же, на этот вопрос нужно отвечать no, если вы этого не делали, потому что вы, I live in the United States as a lawful permanent resident. Я живу в Соединенных Штатах Америки как законный постоянный резидент, поэтому я не называл себя non-US resident. Вот, дорогие друзья, так это выглядит в анкете. Значит, восьмой вопрос. Посмотрите, пожалуйста, также есть yes и no. Вам необходимо правильно поставить, как это было у вас на самом деле. Давайте с вами посмотрим, какие налоговые документы вы должны принести, если, будучи в статусе законного постоянного резидента, lawful permanent resident of the United States, вы оплачивали налоги. Один из следующих документов, которые я перечислила в списке, логично будет положить в вашу папку и взять с собой на интервью. Ну, во-первых, это tax returns, налоговые декларации, или это IRS certified copies of the income tax forms. Это копии декларации о вашем налоге, заверенной на IRS форме. Или это transcripts, транскрипты, ваши выписки из ваших налоговых деклараций, но они также IRS transcripts, транскрипты, которые уже показывают, что это все оплачено. Один из этих документов, конечно же, желательно, чтобы у вас был для прохождения интервью на гражданство. Ребята, выписка из налоговой декларации, за сколько лет мне нужна, если я пойду сдавать, планирую, что мне готовить. Дорогие друзья, здесь нужно посмотреть, какая у вас eligibility, категория, то есть какое у вас право подачи. Если вы подаете на основании marriage, I married you as citizen spouse, я замужем за гражданином Соединенных Штатов Америки, то это, конечно же, последние три года с момента, когда вы вышли замуж, и это ваш период. Если вы заявляете на основании пяти лет пребывания в статусе lawful prominent resident, то нести, конечно же, налоговые декларации, вы должны за последние пять лет. Дорогие друзья, важно понимать, что есть категории людей, которые не платят налоги, не подают налоговые декларации. В любом случае, если вы не подаете налоговые декларации, пожалуйста, проконсультируйтесь с налоговым бухгалтером по всем вопросам. Однако, я хотела вам сделать вот такую заметку, что даже если вы не работаете, у вас все равно могут быть налогооблагаемые доходы. Посмотрите, пожалуйста, у вас может быть salary, зарплата, краткосрочная, например, вы работали в проекте, который был краткосрочным, несколько месяцев в году, и вы получили определенную заработную плату. Если вы получаете какие-то чаевые типс, если вы получаете какие-либо дивиденды, если у вас, например, в банке в Соединенных Штатах открыт счет, и на этом счете лежат деньги, и вы получаете проценты с этого счета, а также если вы получаете любые пособия по безработице. Однако еще раз, ребята, прошу вас, помните, что по всем вопросам, которые у вас могут возникнуть по налогам, обязательно проконсультируйтесь со специалистом в налогообложении в Соединенных Штатах Америки, конечно же, желательно с русскоязычным человеком, чтобы он вам объяснил все ваши права и обязанности. Будет ли моя заявка отклонена, если у меня просрочены налоги? Дорогие друзья, у меня было несколько студентов, у которых были просроченные налоги. К сожалению, да, это вот в этих случаях, вот те ребята, которые у меня ходили, у них были вопросы по налогам, они их ликвидировали, эти вопросы, решили их все и успешно прошли в итоге интервью по гражданству. Итак, вам нужно построить план платежей с помощью АРС, и, конечно же, вот создать эту историю платежей, данная история платежей, допустим, у вас есть задолженность по налогам, перед тем, как подавать форму Н-400, вам необходимо решить, как вы будете погашать этот долг с государством и создать вот эту историю платежей. Конечно же, желательно, чтобы это было как минимум за полгода до момента собеседования. Именно поэтому в начале интервью я вам говорила, что, пожалуйста, перед тем, как подавать форму Н-400 в USCIS, и если у вас есть какие-то, ну, неоднозначные вопросы с налогами, проконсультироваться, а потом уже отправлять свою форму. Также необходимо будет принести подтверждение плана платежей, если у вас есть задолженность за период, допустим, вы за 6 месяцев ликвидируете эту задолженность, у вас есть рассрочка платежа, и вы приносите на интервью по гражданству вот этот план платежей. Ребята, необходимо не просто принести план сам платежей документами, но принести доказательства о платежах, показать вашу учетную запись, что вы ежемесячно вносите такие-то деньги на сайт АРС для того, чтобы погасить вот эту задолженность. В любом случае, это видео я сняла для того, чтобы настроить вас на то, что это вопрос достаточно серьезный. Несвоевременная уплата налогов, задолженности по налогам, отсутствие документов по налогам, конечно же, могут привести к проблемам. Мне очень хочется, чтобы у вас проблем было как можно меньше, поэтому, во-первых, я вас прошу посмотреть это видео, проконсультироваться со своим бухгалтером, а во-вторых, безусловно, и во-первых, и во-вторых, я приглашаю вас на нашу программу подготовки к интервью на гражданство, которую я веду уже много лет. Дорогие друзья, я вам желаю самого доброго. До свидания.